Чему я учу своих детей? Наверное, самое главное это никому не слушать. Не давать себя учить, чувствовать, ощущать, пробовать, находить свое. Не позволять кому-то навязывать свое мнение, свои ощущения, свои законы. А больше понимать, чего ты хочешь. Не бояться пробовать новое. Не бояться никогда ошибаться. И все время отвечать себе на вопрос, то, что я делаю сегодня. Мне нравится или нет? Мне это приносит удовольствие или нет? Зачем я это делаю? К чему меня это может привести? Я считаю, что классно, когда у нас с детства есть наша цель. Эта цель может тысячу раз меняться или нет? Но каждый раз, когда мы что-то делаем, мы должны понимать, почему. Например, когда мои дети идут на тренировки, они идут туда, потому что Евка хочет стать чемпионкой мира по спальним танцам. И она всегда, когда идет, говорит, я буду тренироваться как чемпионка мира. Это закладывает в нее уже определенное понимание того, как она будет сейчас тренироваться. Сможет ли она в какой-то момент обломаться? Когда она говорит себе, ну я же чемпионка мира, а может ли чемпионка мира обломаться, например? Иногда она говорит, что чемпионка мира нужно отдыхать, да, конечно. Это определяет какие-то вещи. Я учу своих детей очень сильно стараться делать так, чтобы кто-то другой не навязывал им свое мнение. Чтобы они не покупали какие-то вещи только потому, что их покупают другие. Они не говорили то, чего от них хотят слышать, но от чего они не думают на самом деле. Не сдаваться, если кому-то не нравится что-то, и кто-то говорит им не это, у тебя не получится. Всегда знать и самому отвечать за себя. Наверное, самое ценное, чему мы могли бы научиться сами, это нести ответственность за то, что мы делаем. Мы не боятся проживать и прочувствовать свою жизнь. Не бежать от каких-то проблем, от каких-то страхов. Ведь, по сути, все свои страхи мы выдумываем. Когда мы их проживаем, когда мы их раскрываем, мы трансформируемся. А ведь в жизни самым ценным является эта наша некая трансформация. Мы все умрем, мы приходим из точки А в точку Б, проходим какой-то путь и в кого-то превращаемся. И очень хочется верить, что мы все-таки превращаемся в бабочку, а не наоборот. Хотя вполне возможно, что за жизнь мы несколько раз возрождаемся и умираем. Так тоже бывает. Поэтому самое лучшее, что я могу сделать для своих детей, это ничему их особо не учить и позволить им раскрыться самостоятельно. И, наверное, еще показать какой-то личный пример. Потому что, когда мы часто пытаемся сделать жизнь своих детей лучше, чем наша, немножко дурацкая история получается. Дети все равно нас зеркалят. И если вы слабый, немощный, недовольный жизнью человек, который ничего не достиг, то либо надо от своего ребенка отстать и очень сильно понадеяться, что он найдет какой-то другой пример для вдохновения, или наоборот, утолкнется от того, что не хочет быть таким, как вы. Либо нужно поднажать и создать лучшую версию себя. Например, пройти в рерайтер. Потому что для меня и рождение рерайтера, и создание его, мотивацией к этому были мои дети, когда в какой-то момент я начала вдруг сдаваться, не понимать, что делать дальше. И тогда я себя спросила, окей, а что для них тогда я сделаю? Как я им это объясню? Что что? Что что со мной произошло? И тогда начались поиски на важные... поиски ответов на важные вопросы. И так появился рерайтер, и так появился новый предмет гордости. Потому что сейчас мои дети говорят, моя мама помогает другим людям становиться лучше. Мне кажется, это классно. Поэтому могу сказать, наверное, что тогда я учу своих детей помогать другим людям становиться лучше. Попробуйте подумать, как вы можете это сделать.